Аффенолейкин инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, НПО микроген, ИО, Россия, КОТА и ТЕКС, Л03 и ЭКС, активное вещество, лекарственное форма, Аффенолейкин, форма выпуска, упаковка и состав препарата Аффенолейкин. Лиофилизат для приготовления раствора для ПЭК, введение комплекс белков с молекулярной массой 5,8 КДА, выделенных дифференциальной. Экстракции и ультрафильтрации из 500 млн. лейкоцитов крови здоровых доноров, индивидуально проверенных на отсутствие поверхностного антигена вируса гепатитов, гепатита С, антител КВИЧ-1 и ВИЧ-2. Вспомогательные вещества, глицин 5,4 мг. Не содержит консервантов и антибиотиков. Ампулы, 10 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Иммуномодулятор фармакотерапевтическая группа. М и БП-цитокин фармакологическое действие. Иммуномодулятор. Применяется для иммунотерапии при недостаточности клеточного иммунитета. Афенолейкин содержит антигенспецифичные цитокины Т-клеточного происхождения. При недостаточности клеточного иммунитета его введение восстанавливает утраченную и усиливает угнетенную клеточно-опосредованную иммунореактивность. На антигены повсеместно распространенных инфекционных возбудителей, таких как вирусы простого герпеса и гепатитов, стафилококи, стриптококи, микобактерии, туберкулеза, коренебактерии, дрожжеподобные грибы. Показания к применению в качестве дополнительного компонента комплексной фармакотерапии обострений, в случаях их затяжного течения или присоединения вторичной инфекции, тяжелых и среднетяжелых форм атопического дерматита и псориаза, глубоких форм рецидивирующего афтальмогерпеса. Способ применения и дозы назначается взрослым и детям старше двух лет, данные о применении у детей младших возрастов отсутствуют. Содержимое ампулы растворяют непосредственно перед применением в 1 мл изотонического 0,9% раствора натрия хлорида. Препарат должен раствориться в течение не более 15 исек с образованием бесцветного прозрачного раствора, не содержащего нерастворимых частиц. Аффенолейкин вводят ПК 1 раз, СУД 1 3 раза в неделю, при первой инъекции 0,5 ЕД. И при отсутствии побочных реакций увеличивают вводимую дозу по 0,5 ЕД. До 1 или 2 ЕД. В зависимости от возраста пациента. Разовая доза для детей не должна превышать 1 ЕД. Для подростков и взрослых 2 ЕД. Курсовая доза для детей, как правило, 10 ЕД. Для подростков и взрослых 20 ЕД. Если по окончании курса не удалось достичь положительной динамики процесса, курс целесообразно продолжить у детей до 15 ЕД. У взрослых – до 30 ЕД. С наступлением ремиссии для профилактики обострения рекомендуется вводить по 1 ЕД. 1-2 раза в месяц. Не следует начинать профилактическое введение препарата во время ремиссии у больных, ранее не получавших препарат для купирования обострения. В случаях рецидива курс инъекций повторяют. Побочное действие местной и общей реакции. В редких случаях при применении препарата Афеналейкин возможны ощущения легкой боли и парастезия в момент. Введение. Слабая гиперемия кожи в месте введения. Субфибрильная температура. У больных атопическим дерматитом и псориазом возможно незначительное кратковременное усиление отдельных симптомов дерматита – гиперемии. Из УДА – эти реакции не могут служить причиной отмены препарата, так как, при последующих инъекциях они, как правило, не возникают. Противопоказания. Применение. Повышенная чувствительность к глицину. Применение у детей назначают детям старше двух лет. Данные о применении у детей младших возрастов отсутствуют. Особые указания Афеналейкин можно вводить одновременно с другими лекарственными средствами, но в отдельном шприце. Лекарственное взаимодействие. Лекарственное взаимодействие препарата Афеналейкин с другими лекарственными средствами не выявлено.